Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. Сегодня предлагаю вашему вниманию необыкновенно вкусный пирог с персиками и заварным кремом. Особенность этого пирога в том, что он выпекается вместе с кремом и в результате получается необыкновенное, очень похожее на суфле тесто, но очень вкусный и невероятно нежный пирог. Такой пирог можно приготовить с любыми консервированными или свежими фруктами. Попробуйте, вы точно не пожалеете! Ну а теперь давайте приступим! Для приготовления этого пирога я буду использовать консервированные персики. Мне понадобится примерно 2-2,5 среднего размера персика. Если вы берете консервированные из магазина уже нарезанные, либо целую банку, тогда вам понадобится примерно 825 мл вместительностью банка. Сок, естественно, нужно слить. Ну а сами персики, если они у вас не нарезаны, нарезать тонкими дольками. Я буду добавлять персики как в само тесто, так и украшать сверху, но не обязательно добавлять в тесто. Если добавить тесто, тогда оно получится более похожее на суфле. Если не добавлять, тогда будет более похожее на обычный пирог. В тесто я добавлю чуть-чуть больше, чем половину одного среднего размера персика, но все остальные пойдут сверху на украшение. Это все можно регулировать по своему вкусу. Я буду использовать форму диаметром 23 см. Сбрызгиваю ее маслом спреем или можно смазать с помощью кисточки. Далее в миске соединяю одно яйцо и 120 мл молока комнатной температуры. Все взбиваю венчиком, чтобы желтки, белки и молоко соединились между собой. В чашу комбайна соединяю 220 г просеянной луки, щепотка соли примерно пол чайной ложки, 2 чайные ложки разрыхлителя, а также щепотка мускатного ореха примерно восьмая часть чайной ложки, а также мне понадобится сахар 180 г, но можно добавить и меньше. Все слегка перемешаю. Теперь в эту смесь добавляю 60 г нарубленного крупными кусочками масла. Масло обязательно холодное и из холодильника. Эту смесь необходимо растереть пальцами, либо взбить в кухонном комбайне в течение 5-7 секунд до образования мелкой крошки. Теперь сюда же добавляю молочно-яичную смесь. И еще раз взобью в комбайне примерно несколько секунд, 7-10 секунд. Либо перемешайте с помощью лопатки или венчиком, как вам удобно. Вот такое тесто получилось, и теперь сюда добавляю немного мелко нарезанных персиков. И все перемешаю. Если вы не добавляете персики в само тесто, тогда упустите этот шаг. Приготовленное тесто кладу в форму и разровняю с помощью спатулы ровным слоем. Теперь осталось сверху украсить нарезанными дольками персиков. Я выкладываю близко друг к дружке, но не внахлест. Обязательно должны быть проемы теста между персиками, чтобы пирог впоследствии у вас хорошо пропекся. Отправляю в нагретую до 180 градусов духовку, внимание, на 15 минут. А за это время приготовлю соус или крем. Муку, 1 столовую ложку соединяю, примерно 60 мл сливок. Всего понадобится 1 стакан, 250 мл. Но сначала я добавила 60 мл и перемешиваю с помощью венчика, чтобы масса была однородной, без комочков. Добавляю щепотку соли, 1 чайную ложку ванильного экстракта, или можно ванилина или ванильного сахара, оставшиеся сливки, а также сахар, примерно 100 грамм, и одно яйцо. Все перемешаю до однородности, чтобы получился однородной консистенции крем. Прелесть этого рецепта в том, что здесь только все смешал, а затем осталось залить пирог. Крем варить на плите не нужно. Он схватится в духовке. Прошло 15 минут, вот так вот выглядит мой пирог, он хорошо поднялся. И теперь сверху выливаю приготовленный жидкий крем. Не волнуйтесь, крем вытекать из формы не будет, потому что тесто уже схватилось по бокам, поэтому у крема нет возможности вытекать из формы. И снова отправлю в нагретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Друзья, мой пирог готов, выпекался ровно 45 минут. Дам ему остыть в форме 5 минут. А затем пройдусь ножом. Нужно обязательно это сделать, так как в пироге достаточно много сахара, и он слегка прилипает к бокам формы. А затем необходимо открыть кольцо и снять его. Дать пирогу остыть. Он у меня не совсем остыл, чуть-чуть слегка еще теплый, но я рискну его разрезать. И посмотрим, какая его структура. В чем особенность этого пирога, я уже говорила в начале видео, что он выпекается вместе с кремом, но еще он особенный тем, что у него структура не только как суфле, но несмотря на то, что вы наливаете сам крем сверху, он получается как бы снизу. Посмотрите, как интересно и красиво. Кто из вас выпекал умное пирожное, этот пирог чем-то его напоминает. Ну, очень вкусный, правда, друзья? А готовиться вы сами увидели очень просто. Попробуйте, не пожалеете. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok